Алиев не собирается с Арменией мириться. Я уж не знаю, как собирают себя вести армянские власти, но Алиеву мир с армянами не нужен. Потому что если будет мир с армянами, то придется обосновывать возросшую бедность в стране. Ведь он же не просто так продлил карантин в Азербайджане. То есть эта риторика в первую очередь рассчитана на внутреннего избирателя, на внутренний электорат. Конечно же это является вызовом для армян. Любое заявление, тем более заявление, которое сделано в Шуши, что является для нас сакральной землей, оно конечно же требует тщательного анализа. Но здесь важно понимать их целеполагание. Целеполагание Азербайджано-турецкой коалиции. Нам в Москве и в Ереване поют сегодня оды о том, что вот сейчас мы нормализуем транспортное сообщение, дадим возможность пантюркистам соединиться через территорию Армении, через Мегри. И вот заживем, будет все шикарно, красиво, сыто самое главное. Ведь расчет делается на потребительского общества, на простого горожанина. Ну людей просто хотят купить. Но они не понимают одного, что интересы безопасности для любого обыденного гражданина, они важнее сытости. Физическая безопасность всегда важнее холодильника. Но вместе с тем нам об этом говорят часто, что вот сейчас вот главное железную дорогу открыть, автодорогу открыть. Была Армения в блокаде. Вот она же бедная, потому что она была в блокаде. Так это же глупости. Армения была бедной, потому что ее бездарно управляли. Потому что не могли создать точки роста. Не могли наладить нормальную экономику. Потому что построили олигархическую экономику, которая в точности копирует российскую олигархическую экономику. Которая выжигает поле. Которая не дает возможности подняться среднему классу. Сегодня вот мы анализируем, например, внутриполитические события в Армении. И видим, что народ далеко не с большой охотой выходит на улицу. Дело не в том, что народ разочарован, что он подавлен этим предательством. А в том, что среднего класса в Армении практически не осталось. Вы посмотрите на Европу, которая сейчас, например, протестует против антиковидных мер, против ограничений. Самые жесткие протесты происходят в самых богатых странах. Например, в Германии, где мощный средний класс. А в Армении, к сожалению, его нет. Как и в России его нет. Поэтому и протестной активности в должной мере мы сегодня не наблюдаем. Возвращаясь к Азербайджану. Что самое важное для нас? Все эти железные дороги не ставят своей целью экономическое развития. Мы должны это уяснить раз и навсегда. Любая железная дорога, особенно когда речь идет о сухопутных государствах, крупных сухопутных государствах, которые, например, являются Турция, это все инструмент проекции военно-политической власти. В первую очередь. Потому что если вы ставите перед собой цель торговли, так вы можете торговать через море. Но что мешает, например, Турции торговать с Китаем через территорию Ирана, с выходом на Пакистан и далее? Вот, пожалуйста, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Да ввози все, что хочешь. Эти железные дороги давно существуют. Зачем ему железная дорога на Каспий? Объясните мне. Если загрузка китайских грузов через Каспий не растет стремительным образом, как того хотели, например, в Баку несколько лет назад и до сих пор. Китайская торговля большей частью идет через море. Мировая торговля, мировая экономика на 80 процентов состоит из морской торговли. То есть цифры погрешности для Китая будут минимальные от того, что он будет, например, через Гонконг вести этот груз, либо будет через Синьцзянь по железной дороге вести, например, через Казахстан, с выходом на порты Каспия. То есть Китаю абсолютно все равно. Потому что у Китая нет политической цели. Он хочет торговать с Европой. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вытеснить американцев. Но у турок другая цель. У турок цель состоит в том, чтобы получить политический военный плацдарм, расширяться для того, чтобы потом уже, ослабив Иран, действуя на пару с Израилем, вместе с англичанами, частично американцами, утвердить свое политическое влияние. Поэтому нам, армянам, нельзя расслабляться. Открытие транспортных коммуникаций. Тем более, я посмотрел на условия. Армению эти грузы проходят без остановки. Каким образом Армения будет это контролировать, если у вас нет инструментов контроля? Никаких. Они могут танки переправлять, для того, чтобы осуществлять, например, нападение на разных участках границы с Ираном. То есть, опять же, за счет армян пытаются русские договориться с турками, действуют вместе с турками и фактически натравливают, а через некоторое время так и будет, если курс не изменится, фактически они хотят персов натравить на армян. Потому что мы уже, как транзитная территория, будем восприниматься Ираном как территория враждебного государства. Через которую проходит вот эта военная активность враждебного туранского проекта.